Спасибо за приглашение на школу Имеет какое-то отношение к лекциям Поэтому такие заболевания, как эпилепсия Они в основном лечатся с помощью блокаторов натриевых каналов Вы знаете хорошо, что натриевые каналы это трансмитранные елки Есть в нашем геноме порядка 400 генов, которые присутствуют натриевые каналы Там огромная комбинаторика Эти каналы включают 78 каевых каналов, 10 кальциевых каналов, 9 натриевых каналов О которых я буду сегодня говорить И вот эти каналы являются одним из важнейших целей для многих фармакологических лекарств На многих фармакологических лекарствах, которые используются для лечения боли, высокого давления, аритмии Различных биологических заболеваний и так далее И так далее Они являются мишенями для огромного количества разнообразных токсинов Вы хорошо знаете про родотоксин, который экспрессируется во внутренних органах Это рыбки, которые являются одним из наиболее больших лакомств в Японии К сожалению, каждый год в Японии порядка 80-70 людей умирают От того, что неправильно эту рыбку готовят Потому что я так совершенно свертелим Вот есть скорпионы, токсины скорпионов И вот я пока сегодня, когда эту картинку искал Я узнал, что оказывается в Бразилии до 60 тысяч год Как бы, так сказать, укусов этих скорпионов И несколько человек, в общем, каждый год умирают В размере укусов скорпионов Вот есть конотоксины, значит, морские, конечно, животные Огромные совершенно, в плане Есть различных молекул, в том числе ядов Батракотоксин очень интересная молекула Она не синтезируется вот этими лягушками Но она экспрессируется на их коже И посмотрите на цвет этой лягушки Вот этот цвет этой лягушки Это как бы такой месседж Не ешь меня, хуже будет И, как бы, очень многие животные Вот, которые, в идеале, в этой лягушке Они этот язык понимают очень хорошо Потому что, как бы, глупые животные Которые не понимают этот язык Они просто не оставляют плотовство Вот в этой жительской среде Находится вот такой интересный цветочек Ну, скажите, цветочек, яд Да, цветочек, яд Но это, как бы, избирательный яд Это специальный яд Токсины, которые синтезируются в этой цветочке Чтобы, так сказать, убивать насекомых А вот нулитет совершенно не здесь Вот люди даже любят Понюхать вот такой цветочек Избирательная токсичность Это вообще огромный, совершенно, так сказать, интересный материал Вот, наверное, сегодня Обременно этого не будет Но, если бы, если тут вопрос Мы сегодня живем в эпоху революции Которая началась, я думаю, 2-3 года назад В общем-то, рентгеновские структуры Калиевых, натриевых каналов Они известны уже порядка 20 лет А вот то, что происходит сейчас Это революция в кри-электронной микроскопии Когда не нужно кристаллизовывать молекулы А просто нужно, так сказать, как бы их очищать, естественно И покупать очень дорогой прибор Который, скажем, порядка 5 миллионов долларов Ну вот, да, я недавно знал, что такие приборы уже в России есть Нужно совершенно потрясающее математическое обеспечение Потому что, грубо говоря, вы снимаете фотографии, так сказать, 50 тысяч молекул А потом в компьютер все это надо вместе вот так сложить И получить изображение И это изображение, в принципе, по разрешению не хуже, чем рентген И вот буквально пару недель назад Вот в нынешнем выше статья Когда один из важнейших каналов, кальциевый канал Он был, так сказать, получен его изображение С достаточно хорошим разрешением Не только самого канала, но и всех, но не всех Но большого количества субединистов, которые эти каналы вражают Это, конечно, так сказать, совершеннейшая такая революция Но вот это старая картинка, которая показывает, что вот эти каналы Они, так сказать, кристаллизованы и в закрытом состоянии Ионы, естественно, не идут Они кристаллизованы и в открытом состоянии И здесь могут заходить не только в регионы Но вот отсюда могут заходить различные лекарства Это большой трансмембранный белок Вот для натриевых кальциевых каналов Это 24 трансмембранных сегментов Ну и сегодня мы как бы имеем вот эти революционные структуры Но революционные структуры каналов мало Потому что они объекты фармакологии И мы хотим знать, каким образом Вот эти каналы взаимодействуют с различными лекарствами и токсинами И здесь дело обстоит гораздо более сложно Потому что хотя отдельные структуры вместе с комплексами, с токсинами есть Но вот я сегодня об этом буду говорить Там одним, так сказать, снимком не обойдешься Там на самом деле огромное количество вот этих комплексов И все это, конечно, никогда не закристаллизовать И все это никогда не получить с помощью электронной микроскопии Значит, здесь помогают компьютеры Ну вот, значит, я сегодня буду говорить практически о всех как бы токсинах и лекарствах, которые я упомянул Но вот эти каналы исследуются, я думаю, уже, так сказать, 60 Последние, так сказать, 40 лет они используются с помощью генетики И с помощью мутации, так сказать, определены места связывания самых разных токсинов, самых разных лекарств Вот в этом огромном канале Вот, допустим, этот рода токсин, вот он связывается, вот здесь Вот связываются, вот здесь, это прототоксин Вот здесь, вот здесь, знаешь, колкомтоксина Местная инститетика и так далее, и так далее Вот эта схема тарасмибранная локализация Вот это, так сказать, вернее, трансмейбранная топология этого канала А вот здесь вы видите, как бы, вид на этот канал сбоку, с мембраной И вид на этот канал сверху Вот это уже, так сказать, не рисунок Это просто из компьютерной модели, из координатографа мы можем такую модельку построить ну вот давайте поговорим теперь отпускать разных лекарственных веществах и разных токсинов ну вот на самом деле местной анестетики противосудорожные препараты антиаритмические препараты они в общем-то действуют примерно на одно и то же место в натриевый канал причем они могут войти в натриевый канал через цитоплазму они могут войти в натриевый канал через мембрану наши парадокс заключается в том что если мы сравним классический местный анестетик недокаин с антиаритмическим извините с антиконгульсантом карбамазепином то в общем-то очень мало общего в химической структуре а действует на одно и то же место и более того мутации одних и тех же заместителей называют примерно один и тот же эффект вот этот скрыть с точки зрения химика это огромный парадокс этот парадокс как бы очень обсуждался и на самом деле если мы дальше рассмотрим другие соединения вот который действует на то же самое место это и фенитаин этого на 3g это лакосадин кинезин это как они они все в общем-то действует примерно одно и то же место но смотрите вот я световские среди не включаются соединения которые заряжены при физиологических ключ это нашли такой и динкукой то если который нейтральный а электростатика это в общем-то одно из самых важных взаимодействий которые мы знаем между белком и лекарства каким образом совершенно нейтральные молекулы и положительно заряженные молекулы могут действовать на один и тот же сайт и в общем-то быть чувствительны к одним и тем же мутациям ну в общем-то это достаточно долгая история я сейчас покажу так сказать одну из модели которые скрытся больше чем ферп слайдерс не протолкнули потому что она в общем-то пока предполагала три вещи которые какие-то просто напросто не верили но логика была так сказать расчеты были очень ферп слайдерс не такой плохой журнал наш вот в бензокаин бензокаин это по существу тоже местный анестетик который по химической структуре очень сильно отличается от ледокаина но они заряжены более того известно что если ледокаин действует один то есть грубо говоря в канал заходит одна молекула ледокаина то в канал известно заходит две молекулы бензокаина хил коэффициентом примерно 2 и вот мы предложили такую модель в которой две молекулы бензокаина взаимодействуют с ионом натрия одна молекула вытягивается вдоль поры блокирует ток другая молекулы тут не очень хорошо видно потом покажу лучше она как бы уходит в какой то что называется сайбок боковой вход в канал ну и как бы вот эта модель она имела ски два слабых места первое значит йог должен сидеть внутри канал ни с кем не взаимодействовать а второй одна рука должна ускать выходить нет в той поры а куда то стоит в направлении мембраны что оказалось нас несколько лет вот этот кто что мы называем сайбок это ролл абсолютно выдающийся физиолог который стал кристаллографом вот он показал на римляндовской структуре надрего канала что действительно существуют вот такие боковые ходы для разных молекул и на самом деле вот само по себе существование то что называется гидрофобный извините иногда срываюсь на английский носки путь для вот сейчас через мембрану существует но его локализация была неизвестна вот мы предсказали в нашей модели вот эту локализацию точно так где потом она была найдена в кристалле ну это первое скажем как бы подтверждение вот этой модели а затем второе подтверждение модели было получено лишь в этом году когда была получена рентгеновская структура натриевоканал вместе съемки где полностью гидротированный он ни с кем не взаимодействует кроме как молекулы воды и находится примерно в том месте где мы ожидали когда строили в нашем модели бензокалют вот такие то сказать уже эксперименты они подтвердили модель а что дальше мы же имеем огромное разнообразие различных структур вот можно ли теперь вот уже сказать опираясь на то что действительно есть и что действительно есть боковой вход в канал через мембрану попытаться объяснить как бы вот структуру активность от других соединений ну значит что мы для этого сделали в общем-то идея была очень простая электро нейтральные молекулы они должны связываться с этими как бензокалют а заряженные молекулы они могут вытеснять этот ион и соответственно место игру потому что они это просто органический и неорганический и поэтому мы сделали следующую вещь мы про компьютерные игры я рассказывать не буду это в общем-то довольно старая методология но она работает работает хорошо и сейчас это как бы очень-то очень прибыли на очень много людей занимается мы значит сначала взяли и попытались посадить в кармамазепин в модель в котором нету иона натрия и вы видите мы изображаем здесь только красная . это вот этот атом кислорода и вы видите что кармамазепин разбросан у нас к и значительной области пока но а если вы даже сажаем кармамазепин в модель в которой есть ион натрия то мы видим что кластеризация происходит что атома кислорода либо заболевать это элементарная электростатика почему потому что вверх заряд заряд ион плюс один это хорошие здесь диполь дилектрическая проницальность внутри мембраны она низкая электростатические взаимодействие сильно он притягивает ничего удивительного здесь не дальше мы пускай сделает те же самые эксперименты с другой молекулы соли до каина мы получили в общем-то результат с точностью наоборот когда мы сажаем не до каин модель без иона натрия все этим на фигу то так сказать вот здесь синим изображен только атом азота лидокаина то удивительно что вот это положительный заряд который очень ничем не отличается по величине от положительного заряда натрия он стремится сесть туда где сидит на потому что на 3 там притягиваться четырнадцать массивных групп это очень мощный электростатический а когда мы поставим в селективный фильтр то вот лидокаин видите монтас ведь разбрасывается под искать различным местам канал значит вывод вообще говоря вывод уже практически значимого ряд расчета ну что вы новые лекарства не создадите там не создадим новое лекарство потому что извините лекарство стоит от миллиарда до 10 миллиардов долларов вот этот фармацевтические фирмы совершенно другие технологии но чё-то чем сейчас занимаются допустим фармацевтических фирмах они прежде чем как бы просить химиков что-то сделать они в компьютерной модели сырает огромное количество десятки иногда сотни тысяч различных веществ так вот зрительно если вы хотите делать такой компьютерный скрининг то будьте любезны электронитральные молекулы сажайте в модели где есть ион натрия а патионы сажайте в модели где иона натрия нет и вот тогда у вас будет совершенно другие вероятности в компьютере подискать компьютер вам еще не подскажет но компьютер из 100 тысяч возможных соединений отберет 5000 вот эти 5000 можно заказать купить и уже экспериментально исследовать и вот таким образом ну сразу долю успеха но люди с помощью компьютеров конечно химиков и конечно потому что большая часть цены любого лекарства без этого миллиарда 900 миллионов клинические испытания но все равно даже 100 миллионов которые тратятся на чистую науку это тоже большие ну хорошо дальше больше я не хочу чтобы вы отслеживали все эти картинки потому что и на компьютере внимательно следить разглядывается только тут прохалишь и точек смотри все молекулы которые электро нейтральные они в этих моделях у нас взаимодействует с ионом натрия который сидит селектины проста или красавица а все молекулы которые заряжены они свою заряженную группу выставляют вот на то место где находился объем натрия в чистом модели канала то есть вот мы показали вот такую модель это стоит работа в принципе так сказать уже сделан обзор очень хорошим журнале это джорнала джиннил физиологи ну и как бы мы готовим сейчас ревизию естественно сказать но принципе я так понимаю что журнал хочет эту работу чтобы она была вот но теперь давайте посмотрим если мы теперь посмотрим на сервис такой же у нас главный спектакль главный место вот эта суперпозиция всех молекул которую рассматривали вот это вид искать от через ты дополнив канала это вид сбоку на канал вот желтый и синий и это либо йон натрия заряженный азот а вот этой серии где-то атом который наиболее удален вот эти заряженные вы видите что вот идет такая кластеризация что несмотря на это огромное разнообразие химических структур они все связываются более или менее одинаковые вот это объясняет важнейший старинный парадокс о связи структуры и активности вот огромного класса важных лекарств среди вот эта схема которая показывает вот это уже конкретные молекулы видео очень простая идея очень простая гидрофобная область внутри канала вот это сказать место для притяжения катиона будь то йон натрия или будь то амуниевая группа заряженных соединений и будет видеть об этом уже ну и заключение этой части я бы хотел сказать наших во первых словах несколько добрых слов о борис играть и ходорово который был один из пионер кучей на локальность аэстетика других соединений в нашей стране который предложил на самом деле идею фармакофора вот это фармакофор который показывает что надо чтобы было в молебуле скажем и докали на других местных аэстетиков надо чтобы была заряженная группа надо чтобы было ароматическое кольцо и вот они друг от друг от друга должны быть произведены четырьмя химическими связями а вот теперь давайте посмотрим на наш карболосипиль который по химической структуре на первый взгляд не имеет ничего общества вот если мы сеть посмотрим на 3 который смысле 1 2 3 4 опять ароматическое кольцо вот этот сказать общий фармакофор для соединений который с первого взгляда ними и на самом деле если чуть достойно здесь тоже нет ничего удивительного ледокаин это тоже легко неправильно но ледокаин связывает протон и никто не удивляет что ледокаин работает не сам по себе а в комплексе с протоном со мной целью а вот электро нейтральная молеку она не связывает протон она связывается с натрием который находится в канале она не приносит на канал потому что связывается довольно слабое но когда в канале у вас ледокаином не придется когда у вас канале он которым не придется они друг другу связываются чисто электростатику мы получаем ну давайте теперь поговорим немножко о тетрода такси не значит очень интересного ли было тоже цвет это как бы на наиболее важное канала потому что если вы пойдете в подмет и вы берете петро токсин я уверен что сказать пару тысяч работы сразу вот ну известно где она связывается потому что это пасы 30 ядовую демутируют вот она идет вот сюда в селективный фильм самое горячее самое важное место которое есть на канале она просто на как пробка блокирует вот этот натриевый канал но дело в том что мы до сих пор не имеем рентгеновской структуры реопаритических на другом у нас есть рентгеновские структуры только бактериальных кассе на крюкать и они в общем то нет совсем по и когда вы сначала попытались посадить тетрода такси в модели которая была основана чисто на рентгеновской структуре бактериального натриевого канала то что оказалось ну как бы мы логическом моделировании мы заменяем вот как насынеет это секунд салаймы мы за день делаем соединение скей вынесли деньги заместитель вот который здесь хорошо аланится вот с этим который хорошо аланится с селективным фильтром и что оказывается в гермологическом воды вот заместитель который хорошо известны с экспериментом что они смотрят взаимодействуют от рода токсином они смотрят отворачиваются от рода токсина а единственный заместитель который известно что у меня за магнишу страдать и он как раз от рода клинзе мани как эту проблему решить да очень просто надо просто ввести так называемый беру пенсерс из блисток секун салайма потому что когда устроить эту малогическую модель самое главное здесь это иметь правильный секунд салаймена и вам любой компьютер выдал бы вот этот секунд салаймена в предыдущем а вот если вы понимаете фармакологии если понимать как работают то вы скажете вот делать коррекцию этого секунд салаймена потому что когда вы запускаете программу типа blast или что-то такое то он же из миллиона возможности секунд салаймена вам выдает то что на самом верху а там могут быть еще другие которые отличаются под видеть скорб на какие-то цветам малые доли до модных вам не выдают но если вы понимаете скидь фармакологию белка с которым будет работать можно скорректироваться и в результате вы получаете модель в которой вот те заместители которые известны взаимодействию тротоксина действительно взаимодействуют с тротоксином а вот те заместитель которые не ослабились они смотрят они отворачиваются от предвода такси все-таки институт 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 физиологии и конечно фармаколог я не фармаколог физик и занимаюсь фармакологии токсикологии ну как бы вскрыть 8 очень трудно всегда бывает обосновать фармакологии но в общем-то бывает нам падает тоже некое везение вот это интересная очень искать работа которая была публикована еще есть вот на самом западе такие области где живут змеи который в общем-то ничего есть крови 3 долл а тритоны эти они тоже не хотят чтобы ели и объектность вырабатывают тротоксин ну и вот происходит некая адаптация адаптация змеи не змеи потому что тротоксин действует на натриевый канал и больше не нашло не действует на самом тротоксин настолько специфичен связано с такой высокая активность что ничего другого там и вот эти змеи они доскают как бы адаптировать но адаптироваться к тому соединению которые работают на селективный фильтр очень сложно потому что надо без натриевого канала жить нельзя более натриевом канале нельзя менять сам селективный фильтр потому что как только натриевый канал ставят калиевым и кальциям и в общем физиологии дальше никакой не существует что делают змеи змеи мультируют заместители которые на первый взгляд не находится но если вы посмотрите на модель вот где эти мутации происходит вот эта мутация взаимодействие между изолицином и глицином это так называемый но подыхал контакт когда скрип маленькой большой плотно связь и вот эти мутации они приводят к тому что вот это петля она либо отходит в эту сторону на селективность канала это не меняет а вот на связывание которого так сильно и вот существует популяция змеи которым требуется все говоря в 200 раз больше ты туда токсин что уберечь чем это тоже называется вот вам это не совсем эволюции но это адаптация который в общем не очень вот давайте поговорим немножко а еще одном классе интересных среди вами кона токсины вот кона токсины это пептиды которые ну вот эти мальдуски они вырабатывают огромное совершенно количество такой коктейль разных ядов что мы до сих пор даже не знаем все что там есть но поскольку они тоже действуют на натрийный канал они очень хорошо изучаются и вот известны и конечно последовательности мы так довольно давноцкой предложили модели вот как они должны связываться опять же такую модель в компьютере просто так не построить нужно опираться на эксперимент вот в канаде есть такой человеку френч который занимается вообще потрясающие такой физиолог который занимается последний 30 лет тем как мутируют различные заместители в натриевом канале различные заместители в кона токсинах определяет свободную энергию взаимодействие между отдельными аминокислотами по канале и отдельными аминокислотами патине и как бы вот приводит такие цифры но вот дальше доскрыть вот эти цифры надо привести каким-то образом мы эти цифры используем для того чтобы вести так называемый констрейн пружинки потому что сказать очень сложный канал очень сложный достаточно гипотоксин вот просто так компьютер можно бесконечно сидел токинг и получится к и там сто разных моделей какая-то лучше а вот если пружинки наложил они помогают направляют расчеты в нужное направление и вот это работа сравнить недавно она сделана слава корков который хорошо известен но грубо говоря воскресить используем критерский тоже называется экспериментальный констрейль между канал и токсином мы наложили стали делать токинг токсина вот он такой оранжевый из какого начальной аминтации нельзя мы всегда приходили к одной и той же модели вот это результат расчетов которые показывают что примерно после доски там 200 лет после тысячи как бы шагов у вас все вот эти модели и вот эта модель связывания люка ну и что из этого дальше кому это интересно а ну тут бы я хотел сказать что я вам сказал что вы просто x-ray просто креоэлектронная микроскопия вам дает один снапшот а на самом деле вот такие соединения они связываются там масса огромная масса различных ориентаций они все более-менее похожи на дьявол на мелочах насколько они похожи на сколько они отличаются друг от друга вот это можно сказать вот только компьютер вот то что вы видите здесь это вот как бы только отдельный агент который дикторами обозначили показаны то есть весь контактин нельзя потому что вы били бы вес огромный лес и ничего просто отдельно вы видите это кластер о чем это говорит что существует огромный ансамбль комплексов между каналом и токсином и я думаю что одна из таких возможных интерпретация вот такая картинка где-то появляются 8 но мастер длинные щупальцы потому что там все еще масса различных капитация но в результате в общем-то ориентация примерно такая и про статических заболеваний примерно такие и вот видите корреляцию которую сенат не просто получит расчета корреляция между экспериментальными энергиями связывания различных заместителей а повторяю не всего и гигантами всего как токсина и вот комитет расчетным результат это не идеальный корреляция потому что расчет по определению не могут быть очень точными вот но это в общем пока не как бы или карьер а ну и так сказать существует интересные данные что вот этот коннотоксин когда сказать а тут уж на развалка коннотоксин он блокирует ток полностью вы то что вы здесь видите желтенько это ионы натрия которые проходят и вот аргинин он взаимодействует здесь с партатом и начисто блокирует ток а вот существует мутант хорошо известного токсину которого аргинин заменен на вами и тогда ток проходит это чистой воды экспериментальные данные но мы естественно могли бы посмотрели все получается и так сказать это объяснила в первый раз структурно почему происходит не полный блок вот этим мутантом канала а вот все вместе вот все что я пока до сих пор сказал про токсина входит в одной некой модели вот которую мы опубликовали еще в 2008 году но в которой есть доски три месяца первые металла вторая сайт бог в канал вот и третье не полный блок коннотоксина хорошо известно из экспериментов что местные инститики могут блокировать на кривой закрытый на кривой канал ну как это делать в эксперименте вы просто цвете держит соответственно что равный потенциал при котором канал закрыт насчет бумаги с ностанетик потом открывают когда полу заблокироваться это просто значит что вот канал доска и блокируется еще закрытым как это может нашим моделям искренне знаете можно сказать просто свято место пусто не бывает вот это место как здесь не знаю какой мощный микростатический потенциал от 4 не скомпенсированных арбонильных групп что там просто не может не сидеть и и когда приходит местную анестетику он естественно среди он вытаскивает и прекрасным теперь вот самый парадокс заключался в том который мы первые объяснили еще до того как у нашу близкие триггерские структура что присутствует угроза токсина но местными стать не может платить почему-то очень просто потому что здесь сидел и он не может пройти сюда потому что канал закрыт и он не может быть искать сайба потому что он гидротирует сильно гидротирование и он не может выйти сюда потому что если токсин и в результате у вас местным сетях не блокирует а вот присутствие как раз вот этого мутанта канадоксина который по себе позволяет небольшой токути местный анестетик выталкивает ее он находит путь и блокирует вот эти пускай данные которые много лет спускались и как мы не разрешим парадокс мы сначала объяснили не полный данных а теперь когда у нас есть резервские трупы и когда вы теперь все люди знают что здесь посидеть на и все люди знают что где-то на ты наверное никуда и десуна ну хорошо сказать вот теперь немножко об избирательных токсичности я вам показал красивый цветочек это огромная проблема значит вот насекомые оничтожают примерно 15 процентов урожая известно и это стоит при насекомые комары является переноса малярий значит там тысяча один году было порядка 216 случаев мальярия которые и уничтожали комаров с помощью инсектицидов таким образом уменьшается риск ну с тех пор как стали появляться и дедовские структуры на канал огромное количество известных данных о химической структуре инсектицидов так называемые перитроидные инсектициды потому что они по химической структуре напоминают перед риме который синтезируется цветочками чтобы либо отпуливать либо убивать насекомых и вот была такая первая модель натриевого канала предложено извините натриевого канала себя место связывания перетроидно если канал изобразить в таком очень приближенным виде то вот садится то он вот где-то вот здесь кори садится не сверху садится он через бюбрану заходит и залезают между различными спиралями и вот таким образом это на самом деле не антагонист и он держит канал открытым но для натриевого канала сказать на 3 канал заблокировать это смерть или на 3 канал может постоянно открытыми это тоже батрака токсина которым я скажу что не останется время это же на самом деле не от аганиста организм и это на самом деле токсин который наиболее смертельный из известных животных токсинов здесь вот там какие-то совершенно сквитом малярных концентраций ну потому что я смотрю канала ну и я многие годы сотрудничаю с лабораторией тетонка в ничигане это очень мощная экспериментальная лаборатория вот ну и наша собой заключается в том что вот так сказать моя рука я строю модели они эти модели проверяют потом не надо экспериментальные данные какие-то новые мы строим новую модель и вот это сотрудничество жених 10 лет и сказал что бориса ты начал как бы странная вещь на следу мы знаем мутации вместо связывания а какой хил коэффициент 22 2 значит там 2 рецептора попробуем найти второй и для этого сначала на самом деле потом конечно были расчеты но в общем-то обычный расчеты делаются для того чтобы либо подтвердить, либо опровергнуть идеи, которые все-таки находятся здесь. Идея была простая, что поскольку канал симметричен, то может быть существует квадисимметричное место связывания к сериозе оксина. Вот в желтике здесь обозначен аминокислотник, который известен в первом месте связывания перед Розерой, а зелененький то, что мы предложили просто на основании чистой водосиметрии. Мы предложили, они сделали эксперименты и все получилось. У нас получилась статья от NASA, это очень личный журнал, как вы знаете. И эти все работы продолжаются. Ну вот эта модель, так сказать, связана с вторым местом. Ну и эксперименты, про которые я не буду говорить. Там люди работают, они тратят большие деньги на эти эксперименты и работают по 20-16 часов в неделю. Это не значит, что мы ничего не делаем в расчетах. Тут тоже требуется и время, так сказать, какие-то ресурсы. Но вот такие контакты между экспериментаторами и теоретиками, вот это то, что нужно для ну мы публикуем чисто теоретически работы. Вот то, что рассказал про локон эстетику, когда они не приезжали. В Канаду мы два месяца с ним сидели, вот то, что называется он брейсторинг сэшн, чтобы такую модель позвонить. Но большинство, допустим, мои публикации, это все-таки публикации с экспериментаторами, и я очень доволен, что вот такие какие-то такие причины. Но на самом деле, значит, еще, так сказать, чуть-чуть вот в этом месте связано. Ну, вы сейчас хорошо знаете ДДТ, это дурская, мудская история победы. И он, на первый взгляд, в общем-то, с эмпиритроидами очень мало общего имеет. Но вот есть у них одна некоторая, так сказать, общая вещь, вот такая большая, очень гидрофобная группа. И, так сказать, было уже известно, что есть некое перекрывание между рецепторами ДДТ и рецептором дитродотоксина. А вот найти место связанное ДТ гораздо сложнее, чем место связанное пиритроиды, потому что молекула меньше, молекула гораздо более гидрофобная. Вы знаете, вот есть такая аналогия. Представьте себе лес, в котором все, очень густой лес, в котором ветви всех деревьев переплетены в друг друга. Вы к этому лесу подойдете, вы там ничего не увидите. А вот если взять в этом лесу все ветки отрубить, то вы видите, они стволы. И тогда что-то можно, так сказать, увидеть. Так вот, что мы решили сделать? Мы решили вот в модели натриевого канала, которую, может так, изобразить, да, взять все ветки отрубить, и оставить только то, что называется баннер. И вот, допустим, очень интенсивным докингом молекулы в эту модель мы нашли вот уже, так сказать, это называется ханские расчеты, в которых вот он просто сел сюда, просто не уделывая. Почему? Да потому что если мощнейшая гидрофобная выемка есть, которая, так сказать, притягивает себя огромную гидрофобную группу либо ДДТ, либо огромную гидрофобную группу вот перитроида, либо, так сказать, гертоникрин, либо такая изопропильная группа, и вот это позволяет, вот такие расчеты, позволяет объяснить. Ну, сначала, так сказать, нужно, естественно, объяснить, а потом думать уже, что с этим делать. Потому что мы, конечно, не собираемся изобретать новый ДДТ, но, вот, что касается новых перитроида и инфицицида, то потребность совершенно гигантская, потому что, ну, насекомые-то мутируют, и они мутируют очень быстро, и, так сказать, они становятся нечувствительными к токсинам, они же умные. И вот это постоянная война химическая, я бы сказал, вот, с одной стороны, вот насекомые, которые хотят, естественно, все равно мы же, чтобы мы изобрели, все равно это самое, что антибактериальные вещи. Может делаться огромное количество, так сказать, антибиотиков, да, и все равно появятся бактерии, которые пневмические. Поэтому, как и химикам, всегда есть работа, а мы помогаем химикам. Вот, ну, вот это место связывания, как бы, ДДТ, пропущу, да, ну, и пару слов, наверное, сказать, о токсинах скорпионов. Значит, почему вот эту я решу показать картинку, ну, скажем, во-первых, вот этот вид сверху, и вот эта модель связывания бета-токсинах скорпиона, а альфа-токсинах, ну, видите, они находятся, они связываются не в поле, а они связываются не сверху, они вот связываются вот здесь. А это очень интересно. Почему? Да потому что натриевые каналы, внутри их там 9 типов, они все одинаковые, а вот там, где вот эти метли, они-то как раз разные. И буквально недавно появилась совершенно потрясающая работа, где люди связывают с фемиерами между бактериальным каналом и натриевый канал, наверное, один из тем, который чувствительный для боли, для того, чтобы получить рентгеновскую структуру. Вот именно пятой части, а потом используя эту рентгеновскую структуру, они вместе с химиками сделали направленный синтез, ну, анестетика, да, который в первый раз оказался исключительно селективным для определенных типов каналов. И вот на самом деле будущее фармакологии, натриевых, адмокальцев, декалевых каналов, это именно в, так сказать, изучении геометрии вот этих петель. Потому что они у всех каналов различные. А вот все, что внутри, это очень похоже. Вот. Так вот, естественно, что токсины, фармионы, вообще любые токсины, видите, они как находят место. Они находят место в интерфейсе между каналом и липидами. Вот сюда садятся, они на самом деле не блокируют канал, а они его активируют. Но, как я говорил, что это, значит, каналов, главное испортить. Либо его держать открыто, либо его держать закрыто, либо иногда просто изменить кинетику, активации, инактивации, но вот вам результат вот этого токсина. Ну, и, так сказать, наверное, на этом, я 40 минут говорю, наверное, народ устал, корону устал, мы можем сказать. На этом, да, мы закончим. Про это я рассказывал, несколько лет назад. Спасибо. Спасибо большое. Судя по тому, что у всех разоградят, они не устали, они заинтересованы. Я думаю, что вопросы есть? Ну, я еще не дождаю. Вот, вот, я знаю, что надо было дождать немножечко. почему-то несколько секунд, и все. Вот, давай, девушка сидит. У меня нет столько вопросов, что это не может быть норма, возможно, не химерит, там был вот, отписан какой-то участок, канал, почему-то, не, не, это прям, химера была бактериальная, да? Вы про химеру спрашиваете, да? Сейчас я скажу, да. Значит, дело в отчем. Значит, у нас сейчас существует на сегодняшний день порядка семи биенгеновских структур бактериальных натриевых каналов. Их сравнительно легко закристаллизовать, потому что они гораздо проще, чем леукаритические кальций. А, так сказать, ну, дело в том, что по кристаллизации, вот сейчас, когда вовсю пойдет к электронной микроскопии, это будет без разницы. Но пока ее нет, и, значит, и в принципе, у нас на сегодняшний день нет ни одной рентгеновской электриэлектронной структуры натриевого канала, леукаритическое, там неважно, мышечный, человек или там, кого-нибудь, а бактериальных много. Теперь, значит, для чего делают химию? Потому что вот это очень целенаправленное, так сказать, это нынче статья, по-моему, и пару месяцев сегодня. Значит, задача совершенно ясная, мы давно-давно знаем сравнение последовательности, что разнообразие каналов, вот в экстраселлах, интраселлах, партс, оно гораздо-гораздо выше, чем то, скажем, и поэтому, так сказать, они сделали химеру таким образом, что они взяли бактериальный канал, который, скажем, хорошо кристаллизуется, и к нему присадили экстраселлах партс из человеческого канала на один, и они его закристаллизовали, потому что, вы знаете, ахимики работают поколениями, для того, что и большинство лекарств, которые нам известны, они, конечно, были найдены экспериментально, вот, а вот такой направленный синтез, он требует структуру, а структуру нет. И когда они получили рентгеновскую структуру химеры, в ней это, так сказать, экстраселлах парт, главный, так сказать, этого человека, и тогда вот они уже, так сказать, стали делать вместе с химиками дизайн, потому что структура известна, они сделали, это статья Неча, и у них, так сказать, это еще не лекарство, но они показали, что это очень избирательный блокатор натриевого канала 1,7, который, на самом деле, либо забитие лидокаином и другими, но лидокаинка действует на все 7 каналов, а нам нужно избирать, у нас 3 канала, нам 1,7, нам 1,8 и нам 1,9, вот которые ответственны за обои. И вот подобрать леганды, которые будут исключительно вот этим каналам, вы понимаете, как это важно. спасибо. Анатолий Александрович, так, сейчас. Валерий Александрович, вот сейчас уже вот эти вопросы сказали, что только 7 структур белков отдельных. А, нет, 7, 7, да, 7 рентгеновских, да. Там получены модели рентгеноструктурные. Несколько десятков лет была очень сильная проблема получить рентгеноструктурную модель мембран, связанную с белком. И виной были липиды. Да, конечно. Я не буду вас спрашивать, каким образом удалось получить эти 7 моделей. Я спрашиваю про другое, может быть, вы свои соображения на этот счет скажете. Белоклепидные взаимодействия, они, естественно, влияют на конформацию белка. Вот есть ли у вас какие-то такие данные о том, как сочетаются с чисто компьютерными моделями и рентгеноструктурными. Замечательный вопрос. Во-первых, как проблема решается, конечно, нужно экстрагировать из мембран. То, что липиды действуют, никто в этом деле не сомневался. А вот в какой мере действует этот вопрос. То, что они действуют на заместителей, которые выставлены в мембрану, на конформацию, да. А сейчас есть много рентгеновских структур, где выдаст вместе с молекулами липидов. А потом их берут и накладывают на рентгеновские структуры, которые были получены без липидов. И вот то, что называется общий фолдинг, он идентичен. Иначе вообще-то скотиндарь и нобелевскую премию макинула за рентгеновскую структуру первого натриевого канала. Если люди думают, что в белке у вас, то есть в мембране одно, а в кристалле другое. Вот для маленьких молекул в растворе может быть одно, а в кристалле совершенно другое. Потому что там тысяча конформаций, а белок он стабилизирует таким большим количеством взаимодействия внутри белкового взаимодействия. Что липиды могут модулировать, но не могут драматически изменить. Пожалуйста, у вас вопрос был. Вы не стараетесь не питать срога МПТ, но здесь инсекцициды? Чем это вышло? Ну, вообще говоря, просто у ДТТ такое количество известных побочных эффектов, что его сейчас в развитых странах не применяют, но до сих пор синтезируют в большом количестве в Индии, до сих пор синтезируют и применяют его в Африке, потому что он намного-намного дешевле, чем перетроидный инсекцициды. Вторая проблема, что в общем это мошки они в ДТТ уже давным-давно приспособились, поэтому надо поливать это в очень больших количествах ДТТ, а в то время как перетроиды они действуют в меньшем концентрации. Вот это перетрино, цветочек, вы понюхаете, вы там неприятного запаха не ощущаете, правда? они исключительно селективны. Причина селективности нам тоже известна, вот в этой работе, про которую я говорил, мы объяснили, потому что как раз именно во втором рецепте для перетроидов мы нашли места, где аминокислоты у человека, в смысле у крысы и у насекомого разные, именно в этом месте связаны с перетроидом. То есть избирательная токсичность она избирательная не потому, что другой ползит канала, а она потому, что конкретные завестители, с которым связываются то или два вещества у насекомых и у гликопитающих разные. Что? Нет, ДДТ связывается там же, где и ретроиды. Он просто меньше, ДДТ он понимает, перетроиды они большие, гибкие, и они когда входят в канал, они очень специфические, а ДДТ маленький сравнительно жесткий, он помимо натриевого канала еще немного куда литит. И поэтому вызывают сайдефекции. вопросы есть? Да, пожалуйста. Вы исследовали и потенциал зависимые натриевые каналы, и независимые? Нет, в основном я сегодня говорю только о потенциал зависимых натриевых каналов. А бактериальные? А бактериальные они тоже потенциал зависимые. Бактериальные другое очень интересный вопрос, а зачем бактерии натриевый канал? Натриевые каналы появились вволюции для того, чтобы сигналы передавать внутри многоклеточного организма. Зачем бактерия нужен натриевый канал? Какие сигналы они продают? Передают только недавно, буквально в прошлом году великолепная работа, где было показано, что бактерии передают сигнал в колонии и как раз в колонии бактерий депрогенизации электрическим образом внутри колонии бактерий передается электрический сигнал. Это потрясающе. Это сделали испанцы натриевые каналы. А вот у меня вопрос возникает. Вот вы сейчас смотрите общие принципы и вообще вещества, которые давным-давно известны. Вы говорите все время о мутациях. А вот в чем они заключаются вот эти мутации и эти общие принципы, которые вы находили? Вот какие отклонения там основные существуют? Ну, мутации возникают всегда. Затем, так сказать, мутации возникают под давлением нежных факторов или без давлений. Вот мутации у насекомых возникают очень просто. Потому что по лилии перетушкам, или по лилии перетушкам. И 99,9% мошек умерло. А по одной, так сказать, просто естественному там он выжил. А вот он выжил, так сказать, еще нашла самочка тоже, которая выжила. они дали новую линию, которая становится нечувствительной к перетушкам. Нет, это понятно. Но получается, что у вас бесконечная работа. Бесконечность хорошо. Что, что слабо для нас и для людей, которые занимаются синтезом антибиотиков. А это говорит о том, что бесконечное познание, потому что нет, 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 на самом деле бесконечное познание, потому что это все больше и больше становится техническая работа. Вот сейчас, когда пойдут потоком криви, сейчас, или три электронных микроскопии, безумный город наш, токодетектор стоит 5 миллионов. Плюс вот в Канаде значит, люди, компьютерами, которые, суперкомпьютерами, которым пользуюсь я, им недостаточно для того, чтобы сделать наложение от изображения вот этих криви электронных в 50 сисок. Не требует вообще супер-супер-суперкомпьютерами. Но компьютеры становятся быстрее, это нам известно, техника дешевее, и я думаю, что 10 лет рентгеновская крестонография, мембранных белков, она умрет, потому что электронные антибиотики, и его зрение структуры упадет потом. Понимаете, это будет как микроскоп осмотреть. Но фармакология не сортанется, потому что никогда не будут структурой всех белков с всеми возможными средствами. А еще что более важнее, там ни одно национальности связано, там много и не одна конформация связана, а не национальности с лекарствами. Ну, мы поблагодарим за прекрасную лекцию.